привет уважаемые подписчики саша маэстро с вами я на работе конец рабочего дня ну и времени очень мало хотелось бы начать обзор по этому дивану вот я сегодня собрал каркас практически на 95 процентов вот он каркас короче диван габариты 3 метра 3 метра такой английский стиль сверху будет корона декор вот так вот без выкрутаться вопрос вот это вот волна соблюстись подобного рода ножки сейчас буду искать в интернете начальник привез образец но не очень высокий нам надо 20 это 38 почти 40 такой картосик на клею и что самое главное значит диван будет затаскиваться на 4 этаж по винтовой лестнице поэтому он весь будет раздельно подлокотника отдельно эти три ящика три секции сидений тоже отдельно и спинки тоже на болтах все будет разбираться по частям заноситься наверх там собираться если бы не вот эта заморочка всего было гораздо проще вот завтра приступлю буду фрезеровать декор подгонять такой диван 17 500 за него зарплата это я вот сделал можно сказать за один день вчера это начал думать обдумывать всю эту технологию постройки этого корабля могучего все вот прикол такой спинка сзади наклонено сколько углов надо было запилить вообще караул тут вот зафиксировал изнутри очень часто выпадают усовые гайки не стало тут тряпочки оргалитики все это было моется все это отваривается зафигачиваю фанеру сюда такой диван спинка пока немножко балансирует вот здесь нужно купить шпильку очень большая длина здесь быть почему здесь проем здесь будет два декора по 40 получается 40 40 40 4 1 способ 160 2 фанеры 180 расстояние вот этому шпилька нужно плюс два сантиметра 200 кто-то звонить вот такой обзор по мере значит продолжение потом значит буду снимать постепенно не одним днем это видео затянется но выложу посмотрите результат самое главное декор подогнать каркас собрал самое главное декор все остальное ерунда поролонка обивка все всего доброго пока всего доброго дальше продолжу вот уважаемые подписчики продолжаю работу вывел я весь декорчик такая вот фрезеровочка все подготовил вот эту спинку всю к покраске вот еще две части сейчас начну поролонить подлокотники и вот эти сиденья маленький декор тоже напилил надо его отфрезеровать вот эти накладочки передние две накладочки на подлокотники вот так фрезеруем флипуем работаем продолжу дальше так ну ребята процесс у меня продолжается начал поролонку вывел подлокотники сегодня поролоном все проверяю каждый раз собираю потому что заказ ответственный вот это средняя часть спинка спинки набивать только после покраски декора все это тоже зашлифована зашпаклевана прорезан тут канатки декоративные вот они соединяются как бы в угол со средней частью вывод ремешочки поставили подписали для особо одаренных все на болтиках вот я пока так скрепил на два вообще три подлокотник два снизу крепится один к подлокотнику со стороны спинки вот то есть по идее завтра я могу обить два подлокотника вот эти вот ящики сотворил короче здесь будет декор накладочка так вот крепится декор а между ними вот эти вот зазоры тут будет ножка стоять такая типа львиная голова вот этот декор еще надо фрезеровать вот как вверху такой вот кантик будет но здесь надо обсуждать мог бы сейчас конечно время уже 11 мог бы сейчас но здесь надо обсуждать с руководством то есть на сегодня я закончил убираться не буду нифига так подберу кое-чего процесс идет неплохо все успеваем все дальнейшие действия буду поэтапно снимать такой диван первый раз делаю с декором вместе литой декор ну как бы собранном конечно из того что было дело мастера боятся боится если мастер похмелится это хорошо эмаль будет не не лак морилка а эмаль поэтому шпаклюем какой попала шпаклевочкой все зашпаклевали то есть шов у меня вот она а мы сделали фальш шов как будто на угол спилена потому что такую конструкцию видите на дугой и поймать такой угол это просто нереально реально но на станках это делается вручную и вручную в принципе можно но скорость люди хотят скоростей поэтому выход такой здесь она соединена шкантом сверху все склеено вот он шкантик зашлифованный все подымали белая эмаль будет видно не будет все стыки вывел все замечательно давали мне 72 часа на этот диван завтра утром возникает 72 часа но все что в моих силах дальше просто дело швеи маляра а потом только опять я буду обивать вот маляр покрасит я вам поэтапно буду снимать есть небольшие проблемы то есть вы здесь я делал как попало вот она держится крепко все склеена но вот это место короче надо завтра напилить клиниев деревянных туда их забить с клеем потому что мне некуда будет забивать ткань вот именно в этом месте вот эти вот уши вот здесь вот сантиметров 40 и здесь тоже вот эту щель надо забить сзади не обязательно сзади место у меня есть то есть вот эта фигня короче декора должно быть 4 сантиметра берем линейку ставим 4 сантиметра то есть здесь у меня есть возможность прибить ткань впереди у меня такой возможности нет поэтому с той стороны вот эти прорехи надо заделать на техническую составляющую это никак не влияет то есть его говорю можно шатать бросать он склеен весь по кругу за техническую часть я не переживаю вот эстетическая часть должна быть то есть вот филенка она идет и вверху она она вверху шире то есть вверху у меня есть возможность забиться скобой скобой и сверху будет декоративный кант приклеен а здесь у меня нифига нету места куда забить скобу вот вот эту щель страшучую надо завтра заделать ну заделать как вбить к линию шлифануть чтобы они не упирали за декор грубо шлифануть то есть это будет черновая часть не видна но она технически необходима то есть щели я не забью скобу ну ладно первый такой вот здесь у меня просто оставалось я намешал опилок с пва и они у меня остались я думаю да я их выработаю и вот я забил сюда клей с пва то есть сюда уже можно забивать скобу смело она твердая все высохла опилки клей говорю с пва опилки с пва намешал вот такое вот дело уже что-то видно уже меня радует самое главное декор готов к покраске остались только вот эти вот милипидрические части все ребята завтра концу дня еще покажу чего я сумел достичь ну вот ребята подобрался вплотную к обивочным работам всем подлокотники это предконтрольная сборка чтобы подогнать подушки вот одну я вырезал начальник принял здесь вот пришлось такую сделать полочку то есть спинка будет заходить сюда и под нее чтобы залазил подушка чтобы спинка держала форму такой вот выкрутас пришлось сделать резервную накладочки все вышкурено владенько бока острый палец все не обрезал блин а бог об этом но немножко пошкурил чтобы клиенты не обрезались такие накладочки передние накладочки тоже готовы теперь ждем когда маляр нам покрасит так вот накладочка и здесь между ними ножка ножка такая красивая все собирается 30 раз собрал разобрал ништяк все крепко ничего не трещит не шатается не болтается вот тут вырезано все окулюторно все офигенско все теперь буду показывать этап обивки красивая ткань говорил не говорил декор будет белый вот такой диван еще 85 одно си 83 одно сиденье то есть ты же 8 249 посадочное место подлокотник где-то 20 сантиметров 249 и 40 289 сантиметров диван такая картинка такой диван все ждем ждем маляра пока нам покрасит главное вот эту корону чтобы мастер покрасил маляр можно будет обивать покажу дальше вот он диван с моля короче все сам декор делал фрезеровка все и суть в чем что он весь разборный то есть на сиденье все отдельные подлокотники отдельные спинки три отдельно потому что мы с это с подъемом с доставкой проблемы вот неудобное место четвертый этаж винтовая лестница такая вот хрень у меня получилось вот я просто прихватил потому что там это на месте уже будет прибиваться финишными гвоздиками и вот не осталось сейчас подушки за синтепонем одену подушку полностью с моля все каркас воровом к обивка покраска ну не шил сам тут принципе шить то херня так ребята ну вот в принципе все вот что получилось у нас такой вот диван маленькие недочётики есть ну не то что недочётики там по месту уже вот в этих пазах будет такой же вот кантик приклеен здесь вот здесь здесь все задние вот эти заглушки их просто наживил потому что там собирается диван внутри болты это на месте уже тоже будет прибиваться такой вид сзади такой вид спереди еще тут куча куча всяких маленьких а а а Субтитры создавал DimaTorzok